Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Родственники, призванных на военную службу югорчан, могут получить до 100 тысяч рублей на оплату работ по газификации. В Югре ввели новые меры поддержки для семей мобилизованных. В Сургуте Дед Мороз устроился на работу в налоговую инспекцию, но только на два дня. 650 литров нелегального алкоголя не попадут на стол югорчан. В Когалыми силовики накрыли склад с контрафактом. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре ввели новые меры поддержки для семей мобилизованных. Решения рассмотрели сегодня на заседании окружного правительства. Одно из них касается газификации жилых помещений. Теперь родственники, призванных на военную службу югорчан, могут получить до 100 тысяч рублей на оплату работ по газификации. Это затраты на технологическое присоединение к сети, проектная документация, оборудование и монтаж, а также пусконаладочные работы. Отмечу, раньше регион компенсировал затраты граждан после установки газа. Теперь эту сумму выдают авансом. Для получения такой поддержки нужно обратиться в агентство социального благополучия по месту жительства. Распространяется на все категории граждан, которым она была предусмотрена. Хочу напомнить, это у нас пожилые люди, семьи инвалидов, многодетные семьи, малообеспеченные семьи, мобилизованные семьи. И получается, что сейчас они могут воспользоваться этой выплатой в форме аванса, что, конечно, упростит газификацию участка. Также на заседании правительства приняли поправки, которые позволяют членам семей мобилизованных бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. Для этого нужно обратиться в центр занятости. Учитываются личные пожелания людей и возможности регионального рынка труда. То есть обучать будут по востребованным профессиям на сегодняшний день. Это позволит повысить конкурентоспособность угорчан и увеличить их шансы на успешное трудоустройство. Весь работодатель, весь человек обучили под конкретное рабочее место, он пришел туда работать. Это идеальная картина, мы всегда к этому стремимся. В следующем году в Югре вырастет размеры регионального прожиточного минимума. Решение об индексации приняли накануне заседания окружного правительства. Рост составит 5,5%. Таким образом, прожиточный минимум на душу населения составит чуть больше 19,5 тысяч рублей. Для трудоспособного населения эта сумма почти 21,5 тысяч. Прожиточный минимум для детей чуть больше 19,5 тысяч. Для пенсионеров почти 17 тысяч рублей. Этот размер влияет на доплаты к пенсиям, у которых они не достигают прожиточного минимума. И на ряд социальных выплат, касающихся детей и малоимущих граждан. То есть увеличиваются эти выплаты на 5,5%. Оперативно решать коммунальный вопрос югорчанам поможет новое мобильное приложение. Это ГИС ЖКХ, Дом госуслуги. Для его использования у собственника должна быть учетная запись госуслуг и недвижимость с подтвержденным кадастровым номером. Платформа поможет сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства более понятной и прозрачной, а также обеспечить простой доступ к данным. Югорчане могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, а также органами власти различных уровней. Через смартфон жители могут не только передавать показания и следить за историей расходов, но и участвовать онлайн в общедомовых собраниях, а также контролировать график работ по капитальному ремонту. Ключи от новых квартир на следующей неделе получат жильцы финольных домов. Это первые участники программы по переселению из таких строений. Пока на приобретение нового жилья средства из федерального и регионального бюджетов выделили только Сургутскому району. Об этом на пресс-конференции рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой. В планах у местных властей в наступающем году не только переселение из аварийных и финольных строений, а также строительство школ, культурных и спортивных учреждений, ремонт дорог, одним словом, создание комфортных условий для жителей. Подробности в следующем материале. Сургутскому району первому и пока единственному в Югре доверили реализацию программы по расселению из финольного жилья. Во многом потому, что муниципалитет уже не первый раз показывал, как умеет эффективно решать такие задачи. Средства выделили меньше месяца назад, а 270 миллионов рублей. Уже приобретено 45 квартир. На следующей неделе вручат первые ключи, а в 2023-м остальные семьи отметят новоселье. Надеюсь, что эта программа будет иметь продолжение в следующем году, потому что помимо большого количества аварийного жилья, у нас еще и большое количество финольного жилья. Без малого 2000 квартир, 80 тысяч квадратных метров. Если бы эта программа продолжила работать, продолжила все ее финансирование, то было бы огромное подсборье районов. То есть можно было бы двигаться двумя путями и по аварийке, и по финалу. В 2022-м в Сургутском районе на расселение аварийных домов направили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Такими темпами скоро к новоселью будут готовиться и жильцы домов, признанных ветхими после 2017 года, пока эту программу в Югре реализовывать не начали. В уходящем году в районе сделали большой шаг вперед для того, чтобы перевести школьников на обучение в одну смену. Заработали новые корпусы общеобразовательных учреждений в Нижнесартымском и Солнечном. Теперь на очереди Белый Яр возводить школу начну в 2023-м. В планах на наступающий год также открыть в этом поселении культурно-досуговый центр. Не забыли и про спорт. Я надеюсь, все-таки не будем растягивать на два года. И в следующем году ведем Лямина, хоккейный корт, и спортивный зал Руслунская, спортивный зал и хоккейный корт, и Угуд, хоккейный корт. Вот пять объектов спорта, это такие большие, которые связаны с капитальным строительством. Будет три больших уличных площадки. Ну как это, даже не площадки, это вот для понимания, одна площадка, это заменить стадион на солнечный. Ввод жилья и объектов соцкультбыта, создание комфортных условий для жизни, формирование кадрового потенциала, привлечение инвестиций, развитие бизнеса. Все это взаимосвязано. И власти Сургутского района продолжат работу в данных направлениях. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, телерадиокомпания, Югра, Сургутский район. Почти 650 литров некачественного алкоголя не попадет на новогодние столы жителей округа. Крупную партию контрафакта выявили югорские полицейские. 36-летний, ранее судимый местный житель организовал подпольный склад в Когалыме. Силовики вышли на него в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В Небросском гараже нашли больше тысячи бутылок крепкого немаркированного алкоголя с этикетками различных брендов. По самым скромным подсчетам, если злоумышленнику удалось бы реализовать партию, то ущерб правообладателям торговых марок составил 350 тысяч рублей. Полицейские установили, что контрафактное спиртное мужчина приобрел у неизвестного гражданина на трассе Курган-Челябинск с целью дальнейшей перепродажи. Партию подпольного алкоголя он перевез в гаражный бокс на улице Прибалтийской в Когалыме. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Сургуте хозяин квартиры по адресу Ленина, 38, где неделю назад произошел хлопок, не согласовал перепланировку. Об этом заявили коммунальные службы после детальной проверки жилплощади. Эпицентр ЧП, место, где предположительно рванул самогонный аппарат, находилось на кухне, объединенной с балконом. Если бы перепланировки не было, ударную волну задержала бы балконная рама. А так коммунальщикам пришлось несколько часов собирать осколки пластиковых окон. В данный момент циркуляцию тепла в здании уже восстановили. Расследование самого инцидента продолжается. В Нягоне три человека пострадали в аварии. Накануне здесь, в районе улицы Речная, 53-летний мужчина за рулем «Лады» забыл о гололеде, превысил скорость. В результате легковушку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с ВАЗом седьмой модели. Водитель «семерки», 72-летний мужчина и два его пассажира получили травмы. Всего в Югре за минувшие сутки произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили девять человек. Трое водителей попались в нетрезвом виде, еще двое отказались от освидетельствования. За выезд на полосу встречного движения привлекли 40 человек, 27 за нарушение правил перевозки детей. На новогодние праздники необходимо больше 100 литров крови, и это только для Ханты-Мансийска. Речь идет об отделениях переливания крови. Трансфузиологи сейчас формируют стратегический запас компонентов. Специалисты каждый день принимают доноров со всеми группами крови и резус принадлежностью. Анна Шуркевич узнала подробнее о работе службы крови перед новогодними праздниками. Донорский светофор – это сервис службы крови. Так специалисты информируют постоянных доноров о тех видах крови, которые сейчас необходимы больнице. Обычно донорский светофор выглядит вот так. То есть 2-3 разновидности крови, которые принимают в центре переливания крови. Сейчас же донорский светофор выглядит вот так. Он полностью желтый. Анна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, почему полностью желтый светофор? Стоит ли переживать перед новогодними праздниками? Здравствуйте. Учитывая то, что у нас в настоящее время происходит формирование запаса компонентов донорской крови на предстоящий период праздничных нерабочих дней, ну и, соответственно, служба крови на это реагирует должным образом. Наши югорчане, к сожалению, конечно же, болеют. И заболевания крови, и заболевания различных систем организма человека. Ну и, конечно же, потребность в компонентах донорской крови повышена. И в связи с этим мы формируем тот необходимый запас, который нам пригодится в новогодние праздники. Вот сегодня пятница, да, обычно в пятницу не принимаются разновидности крови, принимается плазма. Но сделали исключение, опять же, да? Да, конечно же, в связи с тем, что нам необходимо больше времени для того, чтобы сформировать тот объем, который нам необходим. А какой объем нужен? Ну, хотя бы минимум по 20 литров положительных резусов и литров по 5-7 отрицательных резусов групп крови у нас должен быть. Поэтому, конечно же, не только цельную кровь мы принимаем, но и также тромбоциты, плазму доноров, которые нам также пригодятся. Ну и последний вопрос. В выходные дни, в праздничные будет работать служба крови или что накопите, то и будете использовать? Тот запас, который мы формируем в текущие дни, в настоящее время, конечно же, должен обеспечить и покрыть ту потребность, которая будет на праздничных днях. Служба крови допускается к работе только в случае экстренной необходимости. Будете обзванивать, если что, постоянных доноров? Да, приглашаем, звоним. Доноры, хочется сказать, что всегда отвлекаются, всегда с удовольствием к нам приезжают, сдают компоненты донорской крови. Спасибо, Анна Сергеевна. Ну, а мы надеемся, что никаких экстренных ситуаций не произойдет в новогодние праздники. Анна Шуркевич, Владимир Дадыка, телерадио компания «Югра», Ханты-Мансийска. В Сургуте модернизируют четырехзвездочную гостиницу. Ситипарк-отель получил льготный заим в размере 200 миллионов рублей от фонда развития «Югры». Сейчас в округе действуют специальные меры поддержки для туристской отрасли. Округ наращивает туристический потенциал и развивает инфраструктуру. Фонд развития «Югры» предоставляет предпринимателям льготные займы, размер которых варьируется от 5 до 500 миллионов рублей. Эти деньги под залог предпринимателей берут на срок от года до 10 лет под 1-3% годовых. Еще одна мера поддержки сферы туризма – гранты. В этом году их получили три туристические комплекса – в Ханты-Мансийске, Югорске и Урае. Всего в фонд развития «Югры» было подано 13 заявок. На следующий год мы запланировали такие гранты. Сейчас мы обсуждаем, какую сумму мы на эту историю направим. Но обязательно, конечно, учитывая то, что большое количество заявок поступило, и проекты действительно очень интересные и развивающие тур инфраструктуры. Сейчас в автономном округе создается инфраструктурный каркас туристической отрасли. И он будет создан не только из объектов, которые небольшие, небольшие гостиницы на 5, 10, 15, 20 номеров, но и из крупных объектов. Урай присоединился к «Елке желаний». Это благотворительная акция. Ее целью является помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так в эти дни каждый житель муниципалитета может почувствовать себя Дедом Мороза. Для этого нужно зайти в группу проекта ВКонтакте, выбрать и оплатить подарок, который волонтеры доставят до адресата. Добавлю, что в этом году почти 400 маленьких урайцев ждут презентов к Новому году. За 5 лет существования проекта удалось исполнить желания почти тысячи детей. Акция «Елка желаний» в этом году дала старт 19 ноября. В штаб Деда Мороза поступило 376 желаний от деток у нас. И жители активно принимают участие. На сегодняшний день еще 115 желаний у нас не реализованы. Но мы надеемся, что каждое желание будет исполнено. И детки на Новый год получат свои заветные подарки. В Сургуте Дед Мороз и Снегурочка пытаются увеличить налоговые поступления. Сегодня и завтра в местной инспекции федеральной службы проходят Дни открытых дверей. Это время, когда все сотрудники работают в усиленном режиме. Принимают граждан без записи, консультируют и помогают с заполнением документов, а также принимают платежи. Рабочий день длится не до 17 часов, как обычно, а до 8 вечера. Подробности в нашем сюжете. Что там есть у дедушек? Ого! Спасибо. Конфеты и подарки не только детям, но и взрослым. Эти Дедушка Мороз и Снегурочка не только поздравляют. При необходимости могут и проконсультировать по налоговым вопросам. Но сегодня чаще напоминают о необходимости оплаты задолженности. Пожалуйста, вам напоминаю. Сроки уплаты 1 декабря. Имущественные налоги оплатили уже? Оплатили уже. Хорошо. За это вам подарочек. Всего в этом году в Сургуте начислили около миллиарда рублей имущественных налогов. На сегодняшний день оплачено лишь 77%. Чтобы увеличить поступление, проводят Дни открытых дверей. На работу в этот день выходят практически все сотрудники налоговой службы. Их рабочий день увеличивается на 3 часа. А жителям даже записываться на прием не нужно. Понятно, что мы работаем каждый день в обычном режиме. Но в такой день с нами участвуют и другие структурные подразделения. Выводится большое количество сотрудников на эту работу. Ну, например, если налогоплательщику необходимо получить какую-то консультацию правовую, то мы обязательно приглашаем специалистов с правового отдела, и налогоплательщик получает консультацию. Ирина Сверкова не успела заплатить налоги вовремя. Возникли проблемы с телефоном. Пришла в налоговую службу в день открытых дверей. И осталась довольна. И меня тепло приняла замечательная девушка. Полностью помогла мне разобраться во всех моих вопросах. Ну и, собственно говоря, очень быстро. Ну и самое главное, это, конечно, быстрый прием. Что это, наверное, редкость на сегодняшний день. Должником налогоплательщик считается со 2 декабря. То есть каждый, кто не успел оплатить имущественный налог до начала этого месяца. Сейчас у всех есть возможность решить проблему до конца года. И в случае неуплаты установленный срок, здесь уже включается механизм взыскания через судебные органы. Совместная работа проводится и со службой судебных приставов. Это комплексный подход к должнику, начиная от возбуждения исполнительного производства и заканчивая арестом имущества и наложением ограничений на выезд должника за пределы Российской Федерации. День открытых дверей в Сургутской налоговой службе растянули на два. Такие акции здесь проводят регулярно. Как показывает практика, в такие дни увеличивается количество пользователей сайтом, отправленных налоговых деклараций в электронном виде. И если обычно специалисты успевают принять около 400 человек, то в день открытых дверей больше 600. В Югре заработала горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников. В контакт-центр принимает голосовые письма с пожеланиями. По телефону дети смогут рассказать цифровой снегурочке о подарках, которые бы хотели получить и оставить пожелания Деду Морозу на Новый год. Проект реализован при поддержке Почты России и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Бесплатный круглосуточный номер 8 800 101 10 42 будет работать до 29 декабря и станет дополнением к традиционным бумажным письмам. Все новогодние сообщения будут автоматически изменены в электронный формат и переданы в резиденцию новогодних волшебников в канун Нового года. Дедом Морозом в Югре хотя бы раз был каждый третий отец. С снегурочкой каждая третья мама. Предновогодние исследования провел один из сервисов по поиску работы. Как итог, играть роль Деда Мороза для своих детей доводилось каждому третьему папе. Каждый четвертый пробовал себя в этом ампула, находясь в гостях, а каждый десятый на мероприятии в школе или в детском саду. Мамам эту роль доверяют реже. Приклеивать бороду и убрать мешок с подарками приходилось лишь 7% опрошенных. Причем одна из ста делала это дома, а 5% на утренники в детском учреждении. Зато каждая третья мама выступала в роли снегурочки. Кстати, югорчане, не имеющие детей, играют новогодних персонажей реже, чем родители. Теперь к новостям, которые югорчане обсуждают в интернете. Теперь югорчане могут предъявлять электронные права. Госуслуги запустили тестовую версию мини-приложения «Авто» в социальной сети ВКонтакте. С его помощью можно предоставить сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном формате. Они формируются в виде QR-кода, который работник госавтоинспекции считывает специальным устройством. Кроме того, так можно передавать право управления автомобилем другому водителю или отозвать его. Добавлю, что сейчас сервис работает в режиме опытной эксплуатации. Поэтому инспектор вправе попросить оригинала документов. В Сургуте открыли два школьных технопарка. В школе номер 19 на новой площадке заработало шесть лабораторий. Там ученики собирают квадрокоптеры и роботов, учатся программировать и печатать на 3D-принтерах, а также занимаются научно-исследовательской деятельностью. Открытие технопарка в школе номер 7 связано с реализацией проекта по развитию интереса учащихся к авиационной отрасли. В следующем году там появится «Аэроквантум», где можно будет познакомиться с основными частями беспилотника и получить навыки проектирования собственных аппаратов. Отмечу, что на площадках уже задействовано почти 30 тысяч сургутских школьников. В первый день Нового года жители окружной столицы приглашают принять участие в забеге обещаний. Это открытое праздничное мероприятие для всех, кто мчится к мечте. Присоединиться к нему можно из любой точки мира. Участники получат специальный номер, напишут на нем свое обещание и пробегут 2023 метра ради исполнения своего желания. Новогодние костюмы, колпачки и мишура приветствуются. Отмечу, в Ханты-Мансийске преодолеть заветные метры ради своей цели можно будет в 12.00 в долине ручьев. В Когалыме прошел «Работитс-2022». Это фестиваль, на котором более 120 юных инженеров в возрасте от 5 до 16 лет представили свои разработки в сфере робототехники. Так, школьники в составе команд сразились в шести номинациях. Они продемонстрировали свои знания в программировании и производстве механических устройств, а также испытали своих роботов на ринге и на гоночной трассе. Не только участники, но и организаторы фестиваля получили огромный опыт. Теперь они планируют проводить в Когалыме соревнования всех уровней, от городских до всероссийских. Собрать за 5 минут надо робота, где примерно 80 деталей. Как ты по-особену тренировался, готовился? Готовился, тренировался. Собирал за большое время, потом на фестивале собрал за 3.34. Мне очень понравился фестиваль, очень интересный. Я выступал в номинации «Гонка» «Ева-3» старшая номинация «7-9 класса». И соперники были достаточно сложные. Волейболисты «Газпром Югры» провели последний домашний матч этого года с командой «Динамо» из Ленинградской области. Первые две партии остались за сургутянами. Казалось, что «Газовики» уже могут записать себе в актив победу, но у «Динамовцев» были свои планы на это. Они виртуозно перевели игру на тайбрейк и успешно завершили его в свою пользу. 3-2. Спортсмены из Ленинградской области празднуют первую в сезоне победу в пятисетном матче. А тренерский штаб «Газпром Югры» продолжает работать над ошибками своей команды. Можно сейчас хоть на что найти какую-то причину и сказать «Я так устал». Всякие спортсмены, всякие люди иногда уставали, но находились в себе резервы. Это же мы знаем на наших примерах вообще, из многих жизненных опытов, когда люди поднимались и шли дальше. Причем покоряли такие вершины и все прочее. Так что здесь чисто психология, мое мнение. Не смогли, не смогли собраться, не смогли. Значит, мы еще как коллектив пока не готовы. Тот, который может побеждать, покорять, идти. Три хет-трика в матче не помогли «Ватерпольной Югре» обыграть команду «Спартак-Волгоград». Этот матч состоялся накануне в Златоусте в рамках Суперлиги. Качели в счете наблюдались по ходу всего матча. В лидеры выходила то одна, то другая команда. В третьем игровом отрезке игроки «Спартака» ушли в отрыв на четыре мяча, но югорчанки смогли сравнять счет. В заключительном периоде соперницы вновь отличились четыре раза. Но на этот раз совершить камбэк не удалось. Итог противостояния 11-12 в пользу команды «Спартак-Волгоград». В составе «Югры» по три мяча забили Маргарита Пыстина, Дарья Савченко и Екатерина Яцкого. На сегодняшний день у «Югры» одна победа, ничья и два поражения. В заключительном матче чемпионата наши девушки сыграют с командой «Кенев-Сургут-Нефтегаз». В этом году югорчанки уже выигрывали у именитого соперника. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра».